добрый день друзья с вами я оксана уиндерс врач-диетолог член российского национального общества диетологов сегодня мы говорим про молочные продукты и молоко какая тема актуальная вы знаете меня еще в институте когда я училась медицинском учили наши профессора о том что молоко это для деток да когда мы с вами вырастаем то тогда уже об этом особо необходимости нет потому что вот это все плохо усваивается и так далее узнаете с теми знаниями которые есть сейчас у меня я поспорю с этим нашим профессорским знанием потому что мы сейчас считаем что молочные продукты которые не заслужены сейчас ноги называют молочка просто оскорбительно молочные продукты ценнейшая группа продуктов я их очень люблю уважаю просто обожаю тем более если они вам нравятся потому что когда человека насильно того кто любит пить молоко говорит все молоко это зло теперь не пей зачем ему такой стресс мы с вами живем для радости если у человека действительно есть выявленная истинная лактазная недостаточность что очень легко одним лабораторным исследованиям подтверждается тогда это одна история но большинство людей никакой лактазной недостаточности абсолютно нет поэтому они спокойно могут потреблять прекрасная группа продуктов почему да потому что молоко как это ни странно наш с вами и кальций и белок молочный и калий и фосфор измены из молочных продуктов оно будет усваиваться что есть важно 250 миллиграмм кальция кто бы что не говорил из стакана молока 200 миллилитров мы с вами получаем мы с вами получаем эти же 250 миллиграмм кальция 125 грамм йогурта и 35 грамм твердого сыра все мы молодцы один стакан молока это 6-7 граммов казеина белка и белки молочной сыворотки которые мы очень любим особенно женщинам который подходит к менопаузе мы с вами знаем что женщина подходящая к менопаузе теряет белок и вот тогда мы с вами хороший такой метод увеличить количество белка в том числе из молочных продуктов мы можем увеличивать мы давайте молочную сыворотку да почему бодибилдер частые вспоминаю любят молочную сыворотку да потому что в ней именно содержится аминокислоты которые нам с вами нужны усваиваемые последние данные которые мне очень нравятся говорят о том что молоко простое наш с вами любимое оно снижает противоопухолевую активность оно обладает противовирусными иммуномодулирующими свойствами да и вот этот белок молочной сыворотки он у женщин в менопаузе есть такие исследования представьте снижает жировые отложения и увеличивает мышечную массу мышечную силу смотрите как это важно это работает только тогда когда мы употребляем истинные молочные продукты повторюсь истинные ни в коем случае не суррогаты что такое суррогаты обезжиренные молочные продукты все что обезжирено 0,1 процент или 1 процент жира вот это не покупайте этот продукт бесполезный потому что все равно каким-то образом структура стабилизирована нам с вами нужны витамины а д и к жирорастворимые которые называются жирорастворимые они усваиваются из жира поэтому если молочные продукты обезжиренные или маложирные они бесполезны поэтому молоко если оно вам нравится и молочные продукты употребляйте на здоровье новые исследования которые тоже говорят что молоко помогает действительно при суставных заболеваниях артрозы артриты и когда назначают женщинам особенно молоко просто в рацион один-два стаканчика в день состояние улучшается поэтому если она вам нравится все это дело молочные продукты ешьте их на здоровье будьте здоровы и счастливы и веселы